Привет-привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео будем делать яркий новогодний макияж. У меня есть такая традиция. Каждый Новый год я встречаю во всеоружии. Я одеваю какое-нибудь красивое платье, обязательно делаю укладку или даже прическу и какой-нибудь очень яркий красивый макияж. Я искренне верю в примету, что как встретишь Новый год, так и проведешь его. А проводить каждый год я хочу красивый, уверенный в себе и ухоженный. Сделаем новогодний макияж мы вместе. Оставайтесь со мной, будет интересно. Итак, поехали. Я уже сделала тон. Кстати, если вам интересно, как сделать идеальный сияющий тон лица, пишите в комментариях. Обязательно запишу для вас отдельное видео. Я сделала тон, сделала брови. Сейчас я уберу волосы и, наверное, немножко вас пододлину, чтобы вам было лучше видно. Давайте начнем с макияжа глаз. Я буду использовать сегодня вот такую вот палетку от Urban Decay, Naked Basics. Я, по-моему, вам ее уже показывала. Наносим праймер, как всегда. Мы будем использовать и матовые, и шиммерные оттенки. И для того, чтобы матовые у нас хорошо растушевывались, нам понадобится праймер. И для начала мне понадобится не очень темный оттенок. Вот этот вот. Он называется Команта. Я буду затемнять им пространство чуть-чуть выше складки верхнего века. Набираю на большую пушистую кисть и затемняю. Он у нас фактически будет носить такой переходный характер. Ниже мы нанесем более темный оттенок. Но чтобы растушевка была такой идеальной, скажем так, в ноль, нам понадобится вот такой вот переходный цвет. Далее. Берем оттенок следующий по степени темноты, скажем так. И его уже мы будем наносить непосредственно в складку. Кисточка чуть-чуть меньше. И сейчас этим же оттенком я затемню внешний уголок. Дальше мне понадобится золотой шиммерный какой-то оттенок. Я возьму его из другой палетки Urban Decay Naked 2. Вот такой вот насыщенный-насыщенный золотой цвет. И буду наносить его достаточно плотно, если понадобится в несколько слоев плоской кистью. Обратите внимание, я начинаю наносить его от центра и дальше уже растушевываю к внешнему уголку и к внутреннему. То есть, самый яркий пигмент у нас должен быть именно на середине века над зрачком. Это важно. Бум! Видите, какие сразу глаза яркие стали? Мы еще только, в общем-то, начали. Сейчас я дополнительно пройду с темным оттенком матовым. А на складке нижнего века мы, в принципе, повторяем все те же самые операции. То есть, достаточно широко наносим более светлый оттенок и также затемним уголок более темным. И теперь небольшой кисточкой, кистью-карандашом, более темным оттенком я буду затемнять внешний уголок нижнего века. Переходим к стрелкам. Я для этого буду использовать вот такую вот подводку от MAC. Но вы можете воспользоваться черным карандашом или черным лайнером, как вам будет удобнее. Сразу подготовьте какую-то салфеточку, потому что, скорее всего, за счет вот таких вот ярких золотых теней, грифель вашего карандаша или фетровый носик вашей подводки может пачкаться, и цвет будет не таким интенсивным. Поэтому периодически его нужно будет очищать. Обратите внимание, как я рисую. То есть, я вначале подвожу линию вдоль линии роста ресниц и оставляю ее. Для меня лично самое сложное в стрелках, чтобы их хвостики смотрели в одну и ту же сторону и были одинаковой толщины. Поэтому я вначале выполняю саму обводку, скажем так, а уже потом рисую стрелочку. Ну и теперь, когда нарисованы два глаза, я буду рисовать хвостики. Для этого я проведу такую визуальную линию от, скажем так, последней реснички вот сюда вот. И дальше буду их соединять. Итак, со стрелками мы закончили. Получилось, в общем-то, хорошо. Толщину стрелки выбирайте под себя. Чем толще, тем ярче, насыщеннее, скажем так, эффект получается. Давайте сейчас сделаем реснички и перейдем к лицу. Тушь берите какую-нибудь самую объемную, ресниц нам нужно много. У меня будет вот такая вот Chanel Le Volume Revolution. Называется она, очень, кстати, классная тушь. Итак, переходим к лицу. В качестве румян сегодня я буду использовать вот такие вот кирпичные от марки NARS. Набираю кисточкой пушистой, стряхиваю на руку и потом уже переношу на щечки. Получилось достаточно ярко, но мы сейчас будем наносить бронзер, и эта яркость, она немножко снивелируется. Бронзер я использую вот такой вот от марки Tom Ford. Он мне нужен для того, чтобы, во-первых, немножко подогреть лицо, а во-вторых, как видите, у меня грудь и лицо по цвету отличаются. Это достаточно распространенная проблема, если вы загораете или автозагаром часто пользуетесь, лицо и шею мы, как бы, моем чаще и более тщательно, чем тело. Поэтому вот эта разница оттенков, она, к сожалению, встречается достаточно часто. И тут нам на помощь приходит бронзер, чтобы все это снивелировать и сделать одинаковым. Обязательно затемняем боковые поверхности шеи, опять же, чтобы у нас все выглядело одинаковым. И немного наоб. Хайлайтер я буду сегодня использовать очень такой насыщенный, яркий. У нас же все-таки Новый год, и я буду использовать Мунстоун от Бека. Он очень пигментированный, и его будет видно прямо с луны. Так что Дедушка Мороз в новогоднюю ночь ваш дом не пропустит ни за что. И переходим к главной фишке нашего сегодняшнего макияжа. Это красные насыщенные губы. Карандаш я буду использовать вот такой вот от Shiseido. А помада у меня всеми известная, горячо любимая Nubo красная. Оттенок этот называется LA1176. Прорисовываем контур. И смотрите, тут лайфхак. Я не люблю полностью зарисовывать карандашом губы, потому что мне суховато и так. Но вот эти вот края, боковые губ, да, и сам по себе контур я делаю достаточно плотный, чтобы помада не растекалась. И наносим помаду. Я стараюсь как можно больше снимать, и наносить буду тонким слоем. Лучше потом я добавлю там, где мне будет надо. Смотрите, очень часто с яркими помадами случаются всякие косяки. Они немножко подтекают, как-то неровно ложатся. Вот эти вещи очень хорошо скорректировать консилером и какой-нибудь маленькой кисточкой. Ну и вот такой вот у нас получился лук достаточно яркий и уж точно очень новогодний. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписывайтесь на новые видео на моем канале каждую неделю. С наступающим вас!